Игорь Волобуев. Гражданин Российской Федерации. Топ-менеджер. До 24 февраля 2022 года занимал должность вице-президента Газпромбанка, бывший начальник управления информацией публичного акционерного общества «Газпром». Уехал из России в Украину с намерением вступить в территориальную оборону. Игорь Волобуев назвал войну РФ против Украины преступлением со стороны Владимира Путина и российского народа. Я человек, который занимался информацией, я имел отношение к тому, как вообще формируется общественное мнение. На удивление, до этого момента я не мог до конца понять, где я живу, что такое Россия. В 2013 году, когда события, которые стали разворачиваться в Украине, касались меня лично, и у меня было личное отношение к Украине. До этого была, допустим, война в Грузии в 2008 году. Где я и где Грузия? Я про Грузию ничего не знал. На моем примере можно понять эволюцию развития сознания людей, которые просыпаются. Вот я проснулся в 2013 году, а когда война в Грузии началась, я помню этот момент, я находился у себя, у отца дома в Ахтырке и смотрел украинский телевизор. Я был в таком, знаете, удивлении, когда мне рассказывали, что Саакашвили, оказывается, не фашист на украинском телевидении, что это Россия напала на Осетию южную, что Украина помогает Грузии в этой войне. А буквально два дня назад я находился в России, и я слышал все противоположное. И у меня не было этого личного отношения, я не понимал. То есть, смотрите, мне было достаточно того, что мне рассказывают про Грузию. Мне говорят, Саакашвили фашист. Он уничтожил Схинвал. Я там был ровно через год, кстати, в этом Схинвале, в 2009 году. И у меня не было никакой информации, а не было желания узнавать. Ну, понимаете, нужно же где-то покопаться, почитать. А когда тебе рассказывают в тоне пропагандистском, тебе вот сюжет анонсируют и говорят, мы вам сейчас покажем про то, как Саакашвили уничтожает Схинвал. Ну, уже понятно, да, оценочное суждение, ты уже понимаешь, что тебе будут показывать. И у меня не было этого отношения. Когда в 2013 году мне начали рассказывать про то, что в Украине собрали Майдан за деньги, что, оказывается, в Украине притесняют русскоязычное население. Вот это была последняя, наверное, капля, когда я это услышал. И что из-за этого нужно срочно все бросить и защищать русскоязычное население. Тогда эти лозунги уже появились, что наших бьют. У меня, я, меня же никто не ограничивал в этой информации. У меня не было, знаете, вот желание разбираться, что там происходило. То есть меня все устраивало. Понимаете, вот я был типичным россиянином, который сейчас живет в России. Он не имеет никаких связей с Украиной. Ему достаточно того, что ему рассказывают. Он не знает, понимаете, он не может прочувствовать на самом деле. А когда мне начали говорить про то, что русских бьют, русскоязычных населения, я понял, что меня просто дурят, потому что я и есть русскоязычное население. Я всегда говорил в Украине, еще когда там жил на русском языке, когда туда приезжал. Мой отец, который все эти годы жил в Украине, говорил на русском. Вообще все, кого я знал в Украине, говорили на русском языке. И ни у кого из них не было проблем. Вот тогда у меня в сознании это перевернулось. Я понял, что, но нас не просто обманывают. Уже тогда стало ясно, что Россия готова на многое для того, чтобы посадить Украину на цепь, вернуть ее на эту цепь.